Давайте уже снова перенесемся в Россию. Где появился свой, настоящий, а не вымышленный супергерой? Нет, он не может летать как Супермен или стрелять паутины как Человек-паук, но у него есть сверхспособность, которая помогает ему бороться с пробками, коррупцией и даже бросать вызов самому коронавирусу. Ведь на груди этого супергероя депутатский значок. И он, кажется, первый в истории российского парламентаризма депутат, который больше делает, чем говорит. Знакомьтесь, ум, честь и совесть провинциального уссурийска депутат Виталий Наливкин. Наш репортер Алексей Петрушко просто не мог пройти мимо невероятных приключений самозванца и решил выяснить, кто же он на самом деле, чего добивается и какие тайные политические силы, возможно, за ним стоят. В Уссурийске следователи не поверили своим глазам, когда в ходе внезапного обыска в доме у высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел подполковника Алексея Андрейченко обнаружили сотни килограммов денег. Это громкое антикоррупционное дело, взорвавшее интернет, инициировал начинающий уссурийский политик Виталий Наливкин. Вот это что такое? А? Что это такое? Ну, в общем, где-то и когда-то мы это уже видели и слышали. И возникает эффект дежавю. Уж не полекалом ли дело полковника Захарченко снято это видео. Но если тогда все это выглядело как преступление века, то в деле уссурийского коррупционера это какой-то абсурд? Андрейченко причастен к незаконному обороту дикорастущих биоресурсов в Уссурийском районе. Да я вообще не пределах. По версии председателя исполнительного комитета Уссурийска, коррупционер получал откаты за незаконный сбор грибов и их реализацию. Еще абсурднее то, что наказание понес незадержанный, а организатор этой спецоперации Наливкин, загремев на 5 суток в кутузку, самое время записаться на прием к Наливкину и узнать все из первых уст. Крепкое рукопожатие и такое же крепкое амбре. Люди верят в меня, потому что кто, как не я, помогает народу. А почему вы решили пойти в политику? А куда мне еще идти? Если в детстве давали мне кличку Тимура и его команда. Ты мне что обещал? От травы избавиться? Сейчас поедем, проверим. Не дай бог, здесь хоть одна золоба появится, я тебя потом размотаю. Хриплый голос, сломанный нос, повадки, как у вора в законе, но с депутатским значком. Нос был поломан в детстве, когда я маленький был, упал на ведро. А откуда вы набрались вот такого лексикона, словечек? Каких? Размотаю. Ну, я же общаюсь с народом. Где-то что-то сказали, я, естественно, подхватил это. Чтобы мне не просто так, по-серенькому, с ними общаться. В прессе о нем пишут, как о круглом сироте, отсидевшем за угон. Но, кажется, и впрямь с жителями Уссурийска он разговаривает на одном языке. Все для вас. Все для жителей Уссурийска. Приехали люди с Москвы. Трава весь вид портит. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, раз каждый второй делает с ним селфи. Это уже никакие не шутки. Ну, действительно, в интернете ролики с участием Наливкина набирают сотни тысяч просмотров. Закадровый голос в стиле провинциального ТВ рассказывает про героические подвиги Уссурийского то ли депутата, то ли чиновника со связями, который, устроив показуху, публикует тонн отчетов в местных СМИ. Съемочная группа и пресс-служба идет за ним буквально по пятам. То Наливкин снабдит город уличными туалетами. Почему здесь перегородки нет? Как будут мужчина и женщина сидеть? То пресечет незаконную вырубку леса, то борется с коронавирусом. Он еще раз говорил, перепроверить. Потому что он вчера бухал, сегодня ему плохо, спохнели. К решению проблем городского хозяйства председатель исполкома Наливкин подходит кардинально. С вонью из-за честных сооружений он борется освежителями воздуха, а с отсутствием горячей воды в квартирах, ну, примерно вот так, подогревая трубы с холодной. Так хуй из мистера Наливкин. Начать, кажется, нужно оттуда, где, по идее, о его существовании должны знать не понаслышке. Да не знаю я такого. Нет у нас такого, дядьки. Не узнаете черты лица? Черты или черта в лице? Кто-то видит в нем страшную теорию заговора. А вдруг нити Наливкина ведут к агентам МОСАДА или сразу в ЦРУ? И все его благие намерения лишь только прикрытие. Счастье, на ваших глазах проведу дезинфекцию озера. Чтобы не было насекомых всяких, бекарасов. А вдруг за его спиной стоит несистемная позиция? Но нет, вот в этом ролике Наливкин задерживает блогера-оппозиционера наш человек. Я лично буду контролировать эту страницу. За такую великолепную и хорошо поставленную игру даже Станиславский, посмотрев бы сейчас на это на Ютубе, сказал бы, верю. И можно Наливкину вручить, если не Оскара, то хотя бы премию за заслуги перед уссурийской кинематографией. Так почему же тогда полиция его задержала? Неужели ролик с липовым взяточником она приняла на свой счет? Я с правоохранительными органами всегда дружу. Всегда все действия свои согласовываю с ними. Может, они просто обиделись? Не знаю, но кто-то свыше, либо с золотой прессы, либо кто-то свыше дал указание меня арестовать. Кажется, для полноты картины нужно перенестись по карте на запад в город Канск, что под Красноярском. Ведь именно здесь живет, пожалуй, самый главный свидетель в этом деле. Итак, кем вам приходится господин Наливкин? Это мой одноклассник, моя первая любовь. Может быть, тогда он и никакой не депутат? Чем можете подтвердить свои слова? 12 лет мы с ним в интернете, у нас роман. Я вообще намерена, я заказала билет на понедельник в Уссурийск. Я реально заказала билет, потратила 17 тысяч. Я говорю, я лечу за тобой, все, хватит, пьянки, хватит, все. Да, похоже, с такой решительностью Уссурийск скоро потеряет не только председателя Наливкина, но и завидного жениха. Но что, если после вдруг обрушившейся на него внезапной славы и власти он вдруг решит уйти в большую политику? Как меня это все достало, а? Ох, скоро я вами займусь, а? Алексей Петрушко, Иван Малышкин, Евгения Цо, Евгения Деричева и Владимир Шарыкин. Центральное телевидение.